вот у кого фотографии получится уникально не почему уникального для нашего региона потому что вот если вы представите ничего вокруг степи практически нет кроме отдельных деревьев если есть озера вот такого плана такого рода то конечно же это привлекает прежде всего птиц особенно во время пролета вот свое время еще в 72 году здесь был создан баргойский заказник он в принципе и существует по настоящее время поскольку основное его назначение было охрана пролетных путей птиц причем вот этот заказник также как и верхний ангарский также как алтачейский заказник они были созданы другие заказники на территории бурятии вот они были созданы в результате международной конвенции между тогда еще бывшим вернее тогда еще советским союзом индия сша китай то есть целый ряд стран через которые пролегают миграционные пути птиц и вот как раз в весенние и осенние периоды здесь наблюдается большая концентрация птиц во время пролета вот то что мы сейчас вот увидели вот эта большая такая масса птиц на том берегу это гуменики гуменики это самые среди среди всех пролетных гусей это самая многочисленная группа они пролетают через наш регион далее следует в зональную тундру то есть вообще на север улетают и там выводят своих птенцов после этого все практически не только гуменики но и другие птицы возвращаясь уже к местам зимовок они пролетают опять таки через вот эти озера и вот эти длинные такие протяженные перелеты конечно же организму птиц требуется вот такое восстановление сил и вот за счет вот таких отложений то есть солевой баланс в организме у птиц он постепенно восстанавливается и вот эти озера как раз и являются местами отдыха пролета птиц а в некоторых случаях это в основном характерно для местных популяций тех тех птиц которые не взяться здесь на этих озерах это в основном водоплавающие птицы вот после гнездового периода у птиц всегда наступает период линьки и вот в этот период тоже скажем те же вот гуси но здесь довольно мало гусей тем не менее а таковые есть вот особенность гусей они во время линьки полностью лишаются период покрова тем самым лишаются способности к полету не случайно вот скажем в северных районах вот в тундре но практиковалась это уже сейчас расценивается как браконьерство конечно же вот местные охотники они прямо шли по берегу скажем море или вот таких водоемов это на севере и прямо можно было палками забивать гусей ну естественно для пропитания вот тут такого нету это заказ здесь да это не то что даже заказник конечно здесь охранный режим конечно существует у нас просто в регионе не принято вот такие способы